у вас сильный свет надо прикрыть маленько лицо расползается просто контуров не видать я вот шторку задернул смотри как хорошо у меня видно а у вас сглаживает все щека нос глаз и на тихоныч доброе утро добра вот хотел с вопросами зайти последними событиями которые произошли умер владимир жириновский и вот недавно вчера его получается отпевал патриарх мы знаем как давно знаем уже это можно сказать с ним целая эпоха ушла и вот хотел я вас спросить как вы думаете был ли у него покаяние был ли он вообще верующим человеком было у него покаяние концу ну и вот то что вот его отпевание происходило как к этому относиться ведь вроде как мы его не видели никогда в церкви что он там был верующий какой-то там уж по-настоящему и нужно ли было его отпевать то вообще вообще думайте почему с ним это произошло сейчас именно в те события которые он до этого предсказывал какая причина в этом почему он это наступила с ним эту смерть которая по сути он так ждал вот эти события он их предсказывал и вдруг они в этот момент и он умирает что не предсказывать или заранее решает а он доверенное лицо там нашли тоже предсказывает он когда начало стадо цунами в японии то там все война начинается третья мировая война у него на третью мировую войну несколько раз уже объявлял знаток прямо объявлял начата начала третьей мировой войны проходит десять лет ничего нигде нет он был пустослов его зовут клоун придворный до большое образование университет ломоносова два факультета кончил они ему фактически не потребовались я помню разговор с алой борисовной он ведет вы знаете о ком говорю и она говорит называет его по имени отчество у вас вот это нахальство такое вот как разговариваете там деретесь это у вас тут на своей должности бы получили ли вы с детства такой дурной так как он взъярился да она пугачи да она подстилка да он там все собрал но проваргать я никого не опровергаю но пак тот что он сколько раз я видел только устраивал драку не по его он тоже схватил женщину там за волосы ее депутаты где-то тащит с милиционерами заладилось на улице майором снимать его погоны сорвать я тебя запишите его это последний день в погонах ходит ничего такого него не было и поэтому он не осознавал где он есть его даже приписывают к тем что вот чем занимаются мужеложники не знаю но что материться это я слышал сидят они выпивши так обнявшись там со своей кто она там у него обслуга или кто как сейчас пишут сколько при нем было когда говорили сколько у него разных квартир там какие сотни миллионов долларов за что зарабатывает как я когда сидел в это время 112 камере барновской тюрьме и в это время услышал первый раз депутатском корпусе какую роль он играет я не мог понять а для чего нужен когда все заранее уже известно и потом я только понял для того чтобы любое безумие президента они одобряли а теперь он не сам ему надо ввести было войска или что-то где-то там было когда в крым надо чтобы одобрение было но когда увидели что замах дальше идет они это правило сняли то есть без дома он не может этого сделать а да это про они закон то играют вот так вот нам душу в рай возвести это только припоминаю что где было да везде он являлся здесь говорил какие суммы получают это вообще у меня пенсии так это у них чаевые где-то они могут там под тарелку положить обслуги персоналу и они говорили о народе объединяющие идеи а боги он и не думал перед самым недавно несколько лет назад было и он там протестантом показано как у них там проповедь говорит он не говорит проповеди церковь отвергнет церковь ему было все равно ну там который в депутатах тогда же находится от пятидесятников то и вот он пришел с библии бабушка у него была там где она была и вот там вот какого календаря был листик там лежит и вот это на эфире на этом подиуме стоят а люди там сидят сидят все без платков там бритые галстуках его не касается он такой же а это друг друга они начинают комплименты говорить и с ним там пришел один и который местный и они тоже давайте похлопаем в ладоши все хлопают в ладоши и он про бабушку рассказывает она была протестантка вот она такая была ее там на север расслали она там стала заведующей молочной фермы это проповедь вот такая слова христос я даже не слышал ни разу его устах сказал бы господи помилуй даже это ни разу нигде веры никакой не было и он дальше свою биографию рассказывает отдельный ролик как был маленький мать там пять раз замуж выходила то умирали туберкулезники и как он отца своего не видел уехал в польшу 1 за отходу нету это все может быть он на 6 лет моложе меня мы считаем почти ровесники у него знание о христе нулевое а мы не о религии говорим не о патриархе не охране христа спасителя а говорим о христе который умер за грехи людей об этом ни слова патриарх не говорит недавно патриарх выступал в этом военном храме там где и шойгу и матвея и там все эти они ну там вроде панно такое есть и он говорит патриарх и слова нету чтобы по нему можно было определить что он верующий это защищать родину вот вы такие а вот был один святой это понимаете это такой святой непростой и он написал книгу книгу непростую написал и вот такие слова тянет и тянет то я на лестнице как он писал лестница это лестница как быть высоко нравственно лезьте кверху а не книзу и опять к этой лестнице возвращается видно что не подготовлены не знает о чем говорить такой момент где-то я видел однажды путин приветствует человека ну кажется у него 19 ребенок будет там баптист это и он ему там букет дает то другое а он благодарит слава иисусу христу видо баптист говорит это господь нам дал детей чтобы они все богу служили самое главное это а патриарх и слова не говорит как-то будучи на площади в москве где кириллу мефодию памятник патриарх говорил уговорил долго я стоял в толпе и почему нельзя сказать чтобы верующий человек как буквы кириллицы христа нету голговской жертвы нету слова библии ни разу не произнес а речь идет о письменности и вот это точно так же сколько он говорил и теперь выходит перед народом и говорит о такой человек у него на пословица а в мертвом говоря только хорошая или ничего это взято от греков у них там говорят о мертвом говорят все или ничего они то что давайте мы хорошие оставим а пока что троих зарезал убил пятерых изнасиловал это не будто не ему не каялся не соборовался я о ком я говорю у него отец вольф как переводится волк волк его свободно может говорить владимир волкович мы говорим же львович лев тоже животное но в русских нет вольфа у них только есть там горе это львенок я попутно это все говорю и вот здесь выходит в первую очередь молитва за умерших вилами на воде написано в библии ни одного слова бог будет стоить по библии и когда на нас нападает нападает или там упрекают сектанты то надо прислушаться почему второе послание к коринфянам 5 глава 10 стих четко и ясно всем нам всем надлежит предстать пред судилища христова дабы каждому получить соответственно тому соответственно главное слово что он отдел жиля в теле доброе и худое все все за покой на отлетели как будто их но ты можешь что место да я молюсь за счет для утешения как бог посмотрит на это дело я за родители молюсь за братьев ну и за всех православных и кто мне добро делал всегда молитва произношу но это все вилами по воде ни одного слова нет соответственно почему бога бога слышал ответ от абрама между нами и вами великая пропасть которую не переходит ни туда и не сюда 16 глава евангелия от луки и дальше говорит он пошли братьям моим он говорит нет у них есть законы пророки златоуз говорит воскресить лагерь это меньшее чудо чем верить тому что бог дал законы пророки они не поверят а как поверить вот закон бери библию считай и он с этой старой библии там а ему дарят библию не богатая говорит на чтобы можно было библию там завернули с ленточками эти протестанты то протестанты они никто еретики а вот церковь называют подписывают и вот он такой-то у них там пастор а таких слов нет пастор но все на фальши на обмане на лжи и такое мы считаем и как-то где-то и кто не был записан в книгу жизни не войдет в книгу жизни радуйтесь господь верти тому что демоны подчиняются вам бесы но радуйтесь тому что имена ваши записаны в книгу жизни вот где надо быть ни слова нигде то есть неверующий даже этот дьякон говорит как бы делом а тоже воцерковлены то есть эту поганые слова все собрали нет таких слов библии в библии есть одно верующим сына божий имеет жизнь вечную не уверен не верующий не увезет жизни но гнев божий пребывает на нем 336 евангелия то она другой веры нету я христианин а он главное их руководитель патриарху обратились молиться к муфтию ну и как ко всем верам что же такое то у них никакой веры нету они от жира лопаются и никуда не годная и вот сейчас перечисляют какие у него там заместители и они обратились к патриарху к президенту к президенту чтобы разрешили что ли отпевать его вообще это дом дураков как говорится это есть такой писал психиатрии институт дураков так книга называется не кипела ой 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 и чего там не было он не знал что хвалился что он восемь раз получил я знаю что и мы уже не выбросили да ему стало легче я говорю не обманывайте у него ведьмина отрава как везде пишут в интернете он умер он только труп его поддержит в нос в рот ему там накачивает кислород он мертвый и когда вот эти слова сказал что это все люди которые нужно арестовать концлагеря их туда который не делают который не делает этого именно так ну саботажники как он говорит а он то лишь какой раз за разом как этот тихон шевкунов все свое мне зачем кого-то слушать когда я слушаю свое тело он свое тело не знал он и употреблял неправильно у дочери у сына у всех разные фамилии вот тоже есть как по дедушке евреи там а поэтому другая нация ну там что угодно может говорить как молодому где-то не было мало давали откуда мы подбрали не один ребенок один нас 10 ребятишек отец инвалид мать с отцом полкласса не кончили и мы не голодали его биографии все стонет меня не докормили меня не допоили а вы всегда были сыты весной картошку собираем которое мороженое было на толкут кисель сделают вот так брат сделал рушилку где-то пшеницы достанем маленькая ну дальше ну как свиней кормят больного него но ребенка нет и мы у него один ропотная жизнь какая была где-то мы были здесь вот мой отец когда пошел на пронт а он был такой матери говорит она была видно беременна или нет дочка-то родилась и сестра сорок втором году марте он говорит марья если ты аборт сделаешь меня не жди домой совсем почти неверующий человек за стол и за стола всегда отец молился спать ложится помолится но никому не говорил какие молитвы считает никто не знает вот ответ какой а это у него где бы я его не взял и визит знаешь видишь как где бы он ни был его уговаривают уговарят там то соловьев кто малахов а он никаких он никого не признавал не видел все он бесноватый был круто бесноватый там разговаривает кто такой он хватает как стерликов стаканом его из стакана что есть он собой не владел абсолютно и вот он был оригинальный ну клоун вот там правому сказал там сидит президент до слез даже ну интересно толкует грамоты человеку даже полковник был и другое у него образование вроде бы французским языком владел в это я говорю то что пишут где-то и что он где нашел такую веру слово библия никогда от него не слыхал чтобы где-то он вышел мы сегодня занятия были одно наше занятие вот это стоит все их жизни этой и когда показывает какие деньги на что и прям депутат ему в глаза говорят знают а он доказывает что это относится таких организации политической партии вот так я больше ничего не скажу о нем молитвы никогда не было у меня никогда вот а стерлигов и я молюсь каждый день вот невзоров александр львович я болюсь каждый глебович я болюсь каждый день катасонов я о нем каждый день давно молюсь а никите михалкове а море чушиной мария я не могу ответить это же не говорю что про мартина купера который телефон изобрел не тим бернер с ли вот это тим х поисковик сделал библейский я молюсь о них много лет каждый день они легко досягаем и о нем никогда ни одной молитве не было а умер это а только в ладоши могут демоны похлопать если там житие первого сентября у симеона столбника есть алекс этот макарий александрийский 19 января по старому стилю когда хоронят мертвого люди поют со святыми упокоят как с этому а рядом у демон толпа и кропят его вонючей водой и пеплом сыплет на него никто не видит а он видит это без и говорят будьте вы прокляты христиане человека по винному всякому греху беззаконии вы отпеваете в царство небесное тащите демоны говорят это а эти люди хуже демонов и патриарх себя несколько нисколько не дискредитирует такой есть он по вере своей говорил люди думают чем выше сам его рот скажет и там вроде двери небесные так раскроется что косяки вывалятся да нет этого нигде как говорила пома когда увидит душа спасена спаслася нет подожди двери еще открыты рука его в руку принято приняла душу двери захлопнулись вот теперь спасена а тут сегодня на небе он мы там встретимся дорогой и ты теперь там что не хватало к чего тебе бог там добавит таланту твоему великому несравненному это сегодня уже все идет а это игнатика что-то кто говорил так ну кто там говорил это там когда с ними беседует и которые там стоят на отпевание говорилось так на отпевание говорилось я просто не смотрел сам отпевание там кто-то говорил еще даже не за не знаю что ну и в этих в комментариях под роликом прямо так и пишут ему царство небесное и он теперь вроде нам ходатай там таланты чего не хватало это кажется патриарх и сказала бог там восполнит ему то есть что он будет в небе не играм от сомнения нету у них веры то нету они родные братья первое лицо в вере православный первом стране храме и отпевает этого клоуна ну зачем зачем он ничего не сделал не создал он не может показать ничего нету не по чтобы он там где-то пол гектара лесу засадила лимон пруды восстанавливаем там с детьми занимаемся 45 лет нигде ничего нет а вот он такое потажное говорил и дальше перечисляется где он что сказал грамотный человек почему не сказать уже сказанное до соединить со вторым всказывание в другом месте я посчитал нигде нет ничего ему на суде божьем это не надо это только тормозить его будет и он теперь глазами своими увидел лицо страшное такое пишут какое страшное лицо кладбище он предсказал на воде вещам а ему-то дают троекуровском все равно добились а здесь а гарт обед говорил вся москва на обеде будет ничего нету тут он ошибся все средства ушли на другие на сбитые горит а по чайники которые с неба падают сейчас сказали которые люди кредиты брали которые воюют и все прощается закон приняли кто-то жалеет что не взялся надо вы больше больше брать вот что я могу сказать поскорбеть не о нем а тех которые ничего не зная начинает его там святым уже называть и что на небе это уже несомненно патриарх сказал да патриарх только заговорит на небе все дрожит немедленно там пишет госпожи кто там говорит патриарх скорее запишите как будто такая ситуация на небе небесной канцелярии и это обман даже на этом еще наживаются с обманом тащить венки венки от пола до потолка до сказать до головы вот так вот и тащит венки и венки наложили теперь все убирать и убирать через полчаса до их десять раз перепродадут как свечи в храме что перепродают это я абсолютно точно знаю они сразу идут после вечера мы собирают подправили но как правильно делают в америке горит хоронят гроб на гроб а почему мертвые не обижаются а земля дорогая вот и все выходит игнат тихонович вообще все неверующие практически вокруг от начала до конца полностью неверующие то же самое и сейчас умирают солдаты и все я замечу все все отпевают прям пачками отпевают и все в небо не получится потому что взявший меч от меча погибнет и заступать за них нельзя 48 10 и риме проклят кто меч господин удержит от крови я не могу молиться никакой победе о чем николай косаткин заботился я не знаю я знаю только украина была источником всех ересей заразы всякой которая оттуда текла и оттуда столько священников у нас архиереев и неверующие там и бритые такие вот почему-то гроши дробит и братью батюшки один диакон ответил его где даже в руках не держал уже руку положили один у нас был он сказал как с нашей деревне 47 что ли священников бездельники любят они лычки получать в армии говорят хохол говорит сдохнет без лычки домой не поедет десятерых может туда я вот был сколько государств проехали нигде так руку не протягивали не рвали чтобы деньги вырвать вот подъезжаем дальше не пропускают а почему вот это у вас должна быть бумажка наклеена на ней описано ру то есть чтоб все видели что мы из россии едем ну может кто-то и пригладит нас ну и отдайте сколько там 20 рублей вот мы ехали когда нигде этого не было нигде ни в одном государстве ну нам не пропускают там никак затеяли бума на другой бумаге должно быть ветеринарная справка о собаке я тогда книги дал про он видимо другим сказал мы обратно едем вы тогда давали нашим так мне дайте такую так как это же большая цена и мы же людей едем-то ну задержим тогда крохоборы и они не говорят сколько ни зла у не от этого нигде нет только украина оттуда пошло это все и вроде православные вроде католики похожие на папу яйцо яйцовидные головы бритые какая ересь бы не было любой ересь только называй и все они оттуда идут и вот они теперь курс держат на европу на другое бог покажет какой курс держать что о боге будем мы православной никогда не слыхал притом лгут пока здесь луганский донецк молотили восемь лет ни один даже не заикается какое же покаяние то вы сказали вот мы таких мирных жителей разбивали убивали тысячи теперь на нас это все вернулся простые слова по-другому то никак нельзя простить долги наши как и мы прощаем а вы убивали а теперь она убивают где-то а теперь я попутно на другое хотел сказать даже как что-то сделали какие-то выстрелы вроде бы в белоруссии показать эти эти лет это они сами сделали чтобы вызвать второго брата белоруссии помочь что помогли ну то есть это везде ложь и лжаться отец лжи и вот я смотрел сколько этого его нигде они по-другому нету владимир этот вольфович он так оказался волчьим сыном ни разу не видел нигде чтобы какое-то там было у него даже где бы он не говорил обязательно скандал какие бы люди не стояли молчат где ты остановить его абсолютно невозможно было который руководит этим они стоят доход через этот барьер прям прилазит драться ему надо у него там такие сам баллы стоят он кричит она на помощь они прям за ширмой я не только хватает и тащат а он там экономист или кто-то я это видел все и там еще ездя на диване с одним беседой там не понравился хватает все и бьет его сразу подскочили его охрана которые того схватили человек и куда-то на выходу наверно там молотят но вел себя как разбойник с большой дороги когда меня вот наседали здесь прокуратура я писал на него и звука все помог бы одно слово сказать прокурором он не может команду то сказать что-то неладного человек тем более обо мне материалы есть вы внимательно рассмотрите какой-то вред принесли они вы не просто лагерь закрываете чтобы строение все уничтожили нигде нет вы в конце концов все почти ответили ну явлинские то тоже яблоко съели еще нету ну что интересно я попутно как бы сказать он районы которые прокурор то нападал то и умовы на него нету права ни депутата пошел губернатору края он говорит они недоступны для нас я говорю а прокурор вот прокурор края над тем над районом он властвует и оттуда то присылает не мне только мой на краевую прокуратуру и каждый раз посылает от всех политических партий полностью от думы полностью там от президента вместо прокуратура то теперь они ей дают она мне дает ответ они мне напрямую еще дают вот как и им это не надо видимо они там звонок дали ему поговорили и сказали зачем тебе нужен кому-то мешает нет на крапиве ну зачем нам задолбила верху там это генеральная прокуратура там и от президента не надо это делать этому они ему сказали дали понять и однажды я прихожу туда секретарь подполковник женщина всегда рассудительная такая я пришел там в сумке роется на но лапкин сама улыбается чем мы сегодня пришли я понял что это от них дескать там заглушили ничего нет от это чем-то пришел я говорю от бумага специально передать прокурору краю новый кощергин или как у нас день деревне и мы приглашаем приглашаете я ему сейчас отнесу прямо на стол положу вот как надо так веселая прямо отстали у нас не трогает она ничего не может сказать а улыбаясь я понял они ему дали звонок и сказали зачем тебе это голубчик ты тебя надо полковника дали тебе но сиди спокойно то у тебя счетом сколько взяточников сколько воровства занимайся им эти люди ничего этого не делают а он помп прокурора прислал она везде ходила какое у вас основание батюшка показывает от регистрации краевого отдела юстиции вот от епископа у нас а вот это вот она все это фотографировала была и девчонка молоденькая и уехала повели где в лагерь посмотреть там все заросло то есть она его убедила что там ничего нет вообще не проще бороться то она она навозной кучи никому не мешаем ни одного квадратного метра сельхозугодие мы не заняли так вывод все и здесь тоже господь поставил предел когда он начал вот так вот 70 миллионов за решетку этого я говорю бог так не простит потому что среди этих 70 миллионов ни один человек а много избранной богом касающиеся их касается зеницы ока бог говорит и все бог его смел как гнилье ненужное и все кончилось вот это они как нигде никто не скажет за него там кто-то заступается там будут своя не могут что-то делать а ничего не сделать почему он ушел и там безбожников нету как только его последний дух вышел с него дух и дух из него вышел он сразу увидел от он увидит огонь увидит чертей этих прости господи демонов и чертями толстой леп называл всегда и уже там неверующих нету он верующий верующий он больше верующий чем другие у товарищей но уже возврата нету а если всем миром ходатайствовать нету это не будет соответственно тому что делал в теле у него главное вера нету крови суца христа ощущает нас от всякого греха когда впереди написано если ходим во свете как он во свете имея общение друг с другом с верующими а у него не было общение когда я написал он вполне мог бы со мной встретиться и кончина была бы по-другому но он от этого не отошел бы он шесть раз билать баллотировался на президента только шесть раз у нас знакомый был один он взять шевченко николай николаеву звать и он голосовал за лдрп эту за жириновского но это давно было но я поговорил с ним горького ты как за голову голосую что ну посмотри какие придурки то он же еще попала мелит дерется и притом дерется открыто в дун он собой не руководить его трясет в бешенстве таком уйдут уже утащит он все еще продолжает трястись он за него голосует и вдруг они собираются на его арест 6 человек кажется то ли двое что ли заболели плотников один заболел здесь их финансирует газета время и деньги которая эллин банку принадлежит они едут и на спуске пурга захватила николай этот погибает все кто пошли погибают газета время и деньги исчезает банк эллин исчезает никого нигде нету никого вот и все и то кто спонсировал и кого и как они там были все и когда они не возвращаться так что у бога там сейчас они не знают что дальше будет он нужен был конечно сбросить пары где и мог сказать и рассмешить у него это было они старообрядец стоял на своем месте иначе бы президент приехал прощался с ним ну или как уважение приехал и быстро уехал обратно наверно там где-то с какого-то хода где чтобы никто его не не видел это все сегодня показано вот так молитвы нету пути его окончился и это ушел от нас ушел а патриарх говорит умер это ушел вы слышите он идет теперь он не говорит куда идти он в преисподнюю провалится за свое неверие и дела и безумие патриарх дальше не говорит и склоняется над ним поцелуем патриарх то вот что я даже не поверил это вообще это дискредитирует церковь и патриарха и ужас какой-то помилуй нас господи вот как дело обстоит все у меня спаси христос все понятно так меня сейчас эти рисунки которые есть хорошие надписи закончите скиньте и тогда я с ними пести пойду понедельник если ты не успею не так это не вы а не видите на 16 в одну тетрадку сворачивать 16 таких 5 много где-то меня одну изменить этом время занимает то есть это я думаю это в течение месяца 16 картинок на одном листе а 16 а их 5 в 1 том сколько 80 а 3 тома 240 вот столько у нас сокровища ну все но спаси христос агнатик ночь аллилуйя крепко держись за лизу господню тогда вопросов нету я тут вот хожу тогда да все с богом